была бы дырочка и хвостик туда запустить а дальше весь сам прорезу слушай вот как раз вот эта техника она в том числе для тупых то есть потому что здесь вообще ничего не надо не силы не техники не ума да алексей владимир в общем так получилось что я не стал снимать разминку на тренировке с михаилом самоилом ну разминка как разминка ничего особенного за исключением тех секретных упражнений которые миша не разрешил снимать ладно шучу на самом деле просто опоздал на разве ну черт лучше пивка телек лечить внутренняя дверь его за то же самое что внешне только внутренне kiss of dragon по сути моем исполнении единственная так откуда которая там работает больше ничего одна техник но просто в разных вариантах исполнения зачем больше для рима только внутренний то есть это тот же самый крючок который заправлен не с внешней стороны да а с внутренней на мой взгляд это уже вырожденная позиция не то что типа это не рабочая история внутренняя для рио но она очень предсказуемое это место позиция в которой вы не можете долго находиться потому что как правило будет сразу следовать проход и мы начнем с контекстом контекст будет больше подвергся типа как как это происходит текст ситуации то есть как бы в общем виде да то есть у него была внешне для рио захват за отворот сорвал сорвал этот открыл вот когда он зацепился крючком за мою ногу я типа на таком вот еще нет не до слайдере это внутренне для рио и тут бабка на двое сказал у кого ситуация лучше у меня или у него потому что него не так много атак а у меня управление в которой я могу двигаться гораздо больше и мы начнем с того что мы посмотрим как проходить вот эту ситуацию что я хочу сделать будем делать как дрилл ну то есть сорвал шагнул сюда развернул колено в обратную вот него сторону сделал слайпер здесь подсели сорвали сорвали загрузили шагнули заехали можно можно не заезжать можно взять его за отворот но суть в том что я съезжаю туда для тех кто чувствует себя уже уверенно в этом движении можно делать на две стороны по 10 раз знакомы давайте по 10 раз делаем на каждую сторону вот у меня была доля рио но отворот я подсел сорвал здесь либо за укаф либо кисти сорвал развернул пород не переживайте что сейчас кто-то не доделал столько сколько я сказал потому что сейчас первые два дрилла они больше для того чтобы понять контекст ситуации соответственно следующий дрилл возможный паттерн какие еще просто возможны паттерны поведение здесь верхнего паттерна то шаблон шаблон это какая-то схема до по умолчанию который по которому будет действовать я могу чистить все убрать я могу убирать ноги назад но это уже не про внутреннюю доля рио на с точки зрения реакции нижней еще частый частая реакция для верхнего здесь будет пойти в хавгард через внутреннюю доля рио да то есть я здесь все сорвал я начинаю эти силы и и уход в хавгард а кто-то может быть потом пытается сделать кимуру здесь потом может быть просто развернутся но основная цель которую мы здесь преследуем это преодолеть его голени в принципе да то есть когда мы начинаем для рио его инструмент контроля это его воли и его стопа особенно если человек диноногий да там как я там как назар там как неровнин большая проблема это больно то есть я хочу с такими всегда сближаться соответственно когда я ушел вот сюда и тем более в хавгард а как я ухожу я чуть-чуть вот этой рукой подталкиваю его ногу подвигаю колени и предоставляю свою ведру ему подберем и оказываю все там вот я в хавгарде соответственно он уже голенями работать не может он не может меня ими отжимать он в халфе для вас это сейчас просто паттер того как может развиваться ситуация да то есть сорвали развернули ушли сюда вы надо вот вот все то же самое мы здесь сорвали загрузили подставили что теперь важно я не обширно пытаюсь развернуться это обречено на провал я подставил ногу я развернулся перпендикулярно относительно него подставил ногу если повезет возможно это будет сразу давайте попробуем раз два еще немножко про контекст то есть что нужно понимать первый дрилл это было про разрыв немножко дистанции для прохода а вторая история это было про сближение дистанции чтобы улучшить проход Илюк давай тебе Андрюха покажет бэкстеп я просто не делаю бэкстеп у Андрюха хорошо получается то есть также через сближение хороший вариант бэкстеп а что? вот он ушел Андрюха делал бэкстеп концептуально это то же самое что мы переходили в хавгар просто мне так было проще вам объяснить в прошлом году мы сейчас начнем работать снизу и оба этих поведения с точки зрения нижнего они одинаковы то есть человек будет либо с вами сбежаться либо отдаляться соответственно вы будете реагировать точно так же что еще помимо слайдера когда человек отдаляется что это еще может быть? то есть это может быть не кат то есть продавливание это могут быть то есть я приблизился а потом пошел сайт смеш это тоже про приближение здесь реакция будет чуть-чуть другая вот иди наверх вот чтобы вот эти дни не происходило на мой взгляд важен даже не крючок а вот эта нога которую то есть вот он пошел сюда и неважно будет поставить либо ногу либо в таз да там по классике это может быть либо таким образом через голень и трицепс либо во плечо либо в грудь да но в любом случае вот эта нога она будет важнее для контроля дистанции потому что если он сейчас начинает идти слайдером туда да все теряется да если он пытается отсюда достиг ну дотянуться к шее опять же я просто вытаскиваю ногу оказываюсь в открытом гале а если этой ноги нет здесь он делается он прижимается всякие вещи которые я не хочу чтобы он делал то есть вот эта нога она контролирующая дистанцию соответственно его работа она как в этой ситуации она как правило либо да отжимать ногу либо либо убрать ее назад либо больше складывать менее леглый биф сделать да какие вещи да загружать а наш дрилл следующий на навык постановки вот этой над ней в таз в бицепс либо в плечо это вы сами сейчас посмотрите кому-то на удобно вот он это все сорвал начинает вот вторая нога сразу здесь либо круговым движением здесь но оно сложно вот это круговое движение оно требует определенного раскрытия в тазобедрении гораздо проще поставить руку подтянуть колено к себе подтянуть ногу к себе но не всегда это возможно когда он будет уже близко здесь вот эту ну вот эту круговое будет спасать потому что вот здесь я уже так не засуну а а а а вот есть же возможность сразу вот и руку ставить и вот момент чтобы руку его заблокировать и еще ногу успеть поставить сейчас ты получается сразу ногу ставишь а можешь не дать рукой ну можно вот так ставить или трачок нет я имел ввиду что вот вот фрейм да фрейм я на тебе это давай я имею ввиду что в этот момент то есть он может ставить я имею ввиду как-то сразу руку иначе я получится он не постоит я не успею воскнуть ну вот сразу с рукой объединить как-то это возможно я предпочитаю что ногу у нас была у меня вот запятка когда он сорвал я предпочитаю что рука здесь то есть даже если он я не успею поставить ногу у меня есть рука но я не буду тянуться рукой к нему то есть я сейчас сядь высоко не буду пытаться дотянуться рукой я буду держать здесь и когда если он сам плечи опустит он будет опускать на рамку и вот здесь вот этого пространства мне будет хватать либо для этого либо для этого если мне прям совсем там вот совсем низко да то рука будет здесь и я буду вот такие вещи делать а что первое должно идти нога или рука рука она скорее впринь смотри когда он сорвал рука вот здесь она скорее идет вот сюда и вот отсюда я уже могу решить поставить ее сюда поставить ее сюда поставить ее сюда это больше зависит от его положения рука локоть внутри и я играю типа как двор вот таким я понял соответственно он приближается здесь он отдаляется чуть-чуть поставил сюда допустим если он будет пытаться надуть файвер ландер да она опять же здесь то это не станет давайте попробуем это сделать как двор раз два что я хотел сказать да мы сейчас придем к тому что на самом деле вот эта рамка она не сильно помогает но в каком плане время на которое она может помочь она очень короткая потому что там даже там с рукой с ногой здесь он очень быстро разберется с этой ногой ну и в принципе с рукой каким-то одним из проходов поэтому наша задача ну по крайней мере моя тактика во внутреннем биллере это всегда либо восстановить внешнюю ну либо просто открытый гад либо его сразу атаковать свипом который называется поцелуй дракона кисов драгон и атакую я обычно в темп мы вот будем смотреть как это делается сегодня то есть да он сорвал начинает переходить я иду сюда я беру сразу этот рукав начинаю подкручиваться я не вставляю стоп я ничего не делаю я сразу беру рукав неважно что он делает я сразу беру рукав то есть как только я понимаю что чувак идет в слайдер то есть отсюда я делаю так моментально вообще не жду потому что я говорю если я здесь жду я даю ему инициативу и он начинает меня распрячивать он сорвал начинает брать ногу здесь рамку вот это вот это вот я все равно сохраняю то есть просто с этой истории я перекладываю руку ему на рукав лучше взять поглубже но там как фишка ляжет то есть я просто беру за рукав отсюда начинаю по кругу вести руку и разворачиваюсь то есть сделаем это в темп да давайте сделаем еще сложнее я покажу как закончить эту ситуацию вот 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 здесь как мы здесь заканчиваем то есть есть вот эта хрестомативная история что я там взял штаны засунул крючок делал его за пояс бам не знаю но я такого никогда не получалось сделать что делаю я отсюда у меня здесь две опции я все равно беру за штаны беру за вторую штанину но я не лезу к поясу что дальше я делаю я ставлю ноги ему бедра я вот отсюда буду толкать его ногами руками тяну ну руками я больше опираюсь ну по сути я тяну и сажусь сел отсюда я выбираю сторону в которую мне удобнее сесть допустим это лево да? значит лево теперь я встаю ноги в 30 и я могу его очень удобно проходить да? потому что потому что вот такими ногами не очень удобно защищаться ну то есть я себя это могу прижать вот так вот так ну и здесь он все равно вот взял за штаны поставил в одну поставил в другую поставил в другую и сел вот так допустим через другую сторону здесь отставил допрашиваю я бы сказал что сам кис оф драгон и финиш это типа две разные техники потому что вот в это окончание ты можешь попасть из гораздо большего количества ситуаций нежели кис оф драгон давайте попробуем раз два у нас он а опер и и и Простая техника, Илья? Простая техника, Илья? Очень. Простая техника, Илья? Так, давайте соберемся, я вам покажу секретный секрет. Да, многие почему-то начинают правую руку брать, но мы берем правую. Потому что в правой руке у меня секретный секрет. Давай, делай. Правая рука, она как бы под ногой. То есть либо под пяткой, либо под ногой, и она не дает ему размазать мою коленку. То есть она мне дает вот эту долю секунды, даже если ноги нет, она дает мне пожить, чтобы это не произошло, чтобы не случилось вот так. Просто вы многие тянете руку куда-то сюда, ну и человек вас размажет здесь. Особенно если это будет Стас Варшавский. Поэтому вот эта рука, она либо так здесь, может быть так, может быть под пятку, но она создает вам наполнительное пространство. Мы сегодня будем смотреть еще в конце Polish Warm Rider. Как бы там это будет по понятию. Но суть в том, что да, мы здесь, мы сгруппированы. И вот у меня есть здесь место, чтобы взять рукав и провернуться под ним. Смотрите, да, был вопрос. Я его прокидываю вперед или подворачиваю сам? Это по ситуации. Если Андрюха сидеть сейчас, ну, если он идет на меня, да, то скорее я его продергиваю, а сам отворачиваюсь на месте. Если он сидит сейчас, я взял рукав и он сел с ровной спиной, да, то скорее я провернусь под ним в большей степени. Ну, если он, как бы я взял вот эту штуку, он выпрямляется, я чаще предпочитаю, да, просто вытащить ногу, оказаться в таком положении. А мы более безопасны, нежели реверс для реверса. Давайте попробуем секретным секретом. То же самое. Да, да, да. Даже еще глубже. Раз, два. Вам не стыдно? За что? Что там с Ильёком? Ну, там тут дракон упустил. Поцеловал уже. Там не было поцеловек. Вместо поцелова получился укус. Укус дракона. Давайте соберемся. Сначала небольшая вправка-деталь, либо я просто хочу вернуть вас, акцентировать ваше внимание снова на одном моменте. с концовкой это восемь, да, я стараюсь сразу штанином взять одну. Я сначала ставлю одну ногу, которая внешняя. Потом беру штанель, ставлю вторую ногу. И вот то, на что я хочу обратить ваше внимание сейчас, то, что я стыкаюсь ноги здесь выпрямить и сесть. То есть не просто толкнуть его, в принципе, сесть вот так с согнутыми ногами. Нет. Я прям могу сделать, я могу прям, ну, толкнуть его прям в задницу, но просто под задницу, да, в заднюю порядку бедра, толкать гораздо эффективнее, да, но в рычат лучше получается. И я вот тут... Многие пренебрегают сильным отталкиванием. Без сильного отталкивания вы нормально не сядете. То есть до тех пор, пока вы лежите на спине, свипа не будет, да, то есть вам не дадут эти два балла, которые очень старались заработать. Теперь посмотрим варианты, когда я не успел взять за рукав, он успел взять за отворок, либо того хуже залезть под голову. Надо сядить рук вот таким. Что я буду делать, да, то есть... Возьми сейчас, да, просто отворок, например, да. Мне все равно нужна рамка. Такая рамка хороша для отталкивания, но я могу рамку поставить вот такую. Всем видно? Да, то есть я... Вот эта рука, то есть она была здесь, увел вниз. Вот таким вот... ковшиком, ставлю сюда, отсюда. Я начинаю голову, просунусь под его руку и прокручиваюсь. Рука здесь. Если... чувствуете, что слишком далеко уже, эта рука сильно выпрямилась, можно переставить ее в локоть. То есть отсюда перенести в локоть. Ну, оказалось, в томном положении. То есть мы здесь, а он начинает идти сюда. Танцовка не похожа. Это будет очень эффективно, если он будет лезть на бэкстенд. Да, да. Поставить руку, пытаться, рукой сделать такое движение, да. Это в большей степени ваша опора. То есть я здесь, вот этим оперся, и я там ныряю под него. То есть вот эта штука, это тоже просто рамка, которая дает мне вот здесь вот пространство, вот тут вот, для того, чтобы просунуть туда голову. Все, я поверил. Дальше все тот самый. Забрал ноги, ставил в таз, сел, встал. Либо это будет нарядиться, когда человек сразу лезет в бэкстенд, либо то есть вес вперед подает. Не просто вперед подает, за руку мы тоже брали, когда вес вперед подает. А когда я прозевал, захват. То есть вот, пошел, и ты вот взял вот этот захват. Я прям сюда. Да, да. То есть ты уже плотно, я здесь уже вот это взять не могу. То есть я тебя здесь вот так не прокину. То есть я с этим за руку вот так не буду сидеть. Ну, скорее всего, да. Соответственно, да. То есть ты здесь плотно, стараешься попить, с вами забрал, и вот он. Давайте попробуем, да? Раз, два, три. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Понятно, стал? Если. Или все еще непонятно? Надеюсь. У многих же, да, возник вопрос, что делать, если на газу стрелает. Да. Ну, несколько человек точно спросил. Я начну тогда с другого варианта. Ну, типа, сейчас еще одну реакцию посмотрим на эту историю. Дальярио вернется, типа, к внутренней далиарива, да, что… Что-то, вот сюда, смешно, да. То есть, типа, вот это внешнее, да, вот это внутреннее. И все это работает, когда его колено согнуто. Да. А если он сейчас выпрямится, все, ну, как-то, типа, далиарива, как бы, нету. Там, ну, я что-то внешне не могу, напрямую ногу взять, да? Но ситуация-то не очень хорошая, что я буду делать отсюда, если он решил, то есть он пошел в какую-то историю, я такой начал подкручиваться, он такой, ой, не-не-не, что-то какая-то херня, сделал выпить, нет, я прям не предустал, да, я отсюда, тем же самым макаром идут дальний надъезд, можно по пятку, но мне удобнее под колен. Развернулся, прокрутился, и вот здесь вопрос, да, он понял, что фигня и сел на ногу мне, да, там, возможно, она вообще вот так, но это не очень хорошо, особенно по коричневым поясам, потому что есть шанс рычага, но такое бывает, что я делаю отсюда, отсюда я вот этой рукой стараюсь забрать его дальний отворот, то есть вот этот, беру его за пояс и сам падаю нам. Ну, как бы, здесь после лагдрага, я надеюсь, понятно, да, там сайд, спина, все 33 удовольствия. То есть мы по этому сейчас отработаем, да, то есть он вывернулся, да, я руку внешней стороной ладонь под колен, развернулся, соответственно, ладонь тоже развернулся, он начинает садиться на ногу. Да, 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 я поджал ногу, я могу дотягиваться, могу не дотягиваться. Если по этой дороге, я вообще возьму его просто за таз, другой рукой за пояс и просто лягу на живот. Собдрагон получался только если рука противника находится просто расслаблено, свободно, а если она и удержится за штанью, либо же за отворотную, и за отворотную, да, под лесеным на коротком рычаге проще. А вот когда рука вот этот полностью в пудуке ведешь, если у него, получается, если он за что-то схватится, уже это не протащит. Вот он в третий фунал, что-то, ну вот и все. А я про другое, не про короткий рычаг, а когда ты берешь рука, ведешь его в пудуке. Здесь штанины? Да. Здесь суть в том, что я прокручиваюсь, как бы, ну, под ним. Для меня проблемой может быть, если он ноги вместе поставит. Вот так, да, вот так прокрутиться будет, конечно, сложновато, потому что есть дырки нет. Ну, ну, ее, в принципе, и здесь, нужно... Все, сам же так. Как это? Была бы дырочка, и хвостик туда запустить, а дальше я весь сам пролезу. Келев сказал? Я не знаю. Это мышка или нет? Да, здорово. Как это? Главное, хвостик просунуть, а дальше мы и сами залезем полностью. Еще раз пошли. Мы за концерт приходили. Да, да, да. Что мы делаем сейчас, да, то есть он полностью выпрямляется. Я ногу сюда, он садится на ногу, да? Я могу это оставить здесь, могу на таз, могу дальше руку просунуть. Ну, мне важно плотно, да, чтобы я его тянул. Там и ногу. Ну, на живот переворачиваюсь. Оказываюсь, в поле рай. А, в принципе, толкнуть его туда, снять вес с себя, и сделать... Это тяжелее, чем лично, лично живот. Ну, скажем так, может быть, ты научишься толкать туда, и потом сам нам расскажешь, как это сделать. Я рассказываю то, что делаю я, исходя из тех реалий, которые есть у меня в борьбе. Вот я пробовал толкать, мне тяжело. Вот, что первый вариант с толканием под заднюю поверхность бедра, и вот этот у меня работает. Он, может быть, выглядит в складке чуть-чуть по-другому, потому что чуть больше динамики, потому что он начинает крутиться, еще что-то делать. Но это работает. И тот первый вариант работает. Наверняка у кого-то работает вообще вот это как-то бэйби-бола. Растягивание, забирание на спину. У меня не работает. Давайте попробуем. Раз, два, три. Слушай, вот как раз вот эта техника, она в том числе для тупых. То есть, потому что здесь вообще ничего не надо. Ни силы, ни техники, ни ума. То есть, если еще лапел гар, там, нужно хотя бы знать, куда этот лапел просовывать, то здесь нужно просто вот на спине вертеться, как таракан на дихлопосе. Да, Алексей? Владимир? Начнем, когда вспомнил швурум райдера. Ну, то есть, вся та же самая история. Вот мы там были в Даляре, тут все передали. Начали передавать вот сюда, и он пошел слайдером, да? То есть, вот сюда. И я понимаю, что лапа уже под ногой мне особо не передает. Потому что слайдер уже очень глубокий. То есть, я уже вот здесь, вот здесь, вот в этом положении, я под ногой лапел-то не передам. Но передать его вот сюда я могу. И что вот это положение мне дает? Во-первых, оно не дает ему доделать этот, господи, слайдер. То есть, он сейчас не может допройти, он будет дико мучиться. Я буду его здесь вывешивать, вот этой рукой приподнимать. Да, там, сохранять дистанцию. Но, в принципе, в принципе, меня устроит, что... Ну, в случае веса Андрюхи, меня устроит, что он даже вот прям поставит, и вот будет стоять вот так вот. Да, если этот чувак 90 килограмм, там, 100, конечно, это ощутимо, это неприятно. Но, опять же, пройти он вас здесь особо не может, да? В том числе, за счет чего? За счет того, что я поставил этот лапел, я как бы вот им упираюсь ему в таз вместо ноги, да? То есть, ногу я, типа, здесь не могу уже вернуть обратно. Я упираюсь вот этой рукой. Что делает теперь вот эта рука, да? То есть, реверс для риви, она у нас под пяткой, а здесь идет... берет за лапел. Вот он, Polish Worm Rider. Что мне дальше нужно отсюда сделать? Мне нужно поднять свое колено выше его колена. Как я это делаю? Я натягиваю... Я натягиваю. Я натягиваю лапел и опираюсь своей голенью на лапел. Делаю хип-бам. И вот я здесь, наверху. Ну, отсюда, если он ставит вес туда, мне проще спину забрать, либо спик назад. Но если он выпрямляется, то... То же самое, что мы делали только что. Дальше здесь я уже могу отпустить лапел и доделать, как мне надо было. Давайте еще раз. Кис-Ов-Драгон из Polish Worm Rider, да? То есть мы здесь, он пошел, мы поставили вот эту штуку жестко. Вот эта рука, которая могла бы быть в реверс для рю под пяткой, идет... Ему... Вот. Идет лапел. Опираюсь на лапел, поднимаю колено. Дальше здесь прозвучиваю. То же самое. На этом же будет шмурмрайбер. Давайте заключить, например, в таро. Поправим все. Мы здесь. Он начинает идти в сейдер. Я отжимаю его, ставлю вот эту в таз, просовываю руку, поднимаю свой таз, заметаю. Тебе нужно со стороны? Тебе нужно со стороны? Тебе нужно со стороны? Давайте попробуем. Раз, два, три. Андрюх, подойди. На секундочку. Эта история работает, как у тебя... Сядь на колене. Прямо на колене? Да, да, да. Эта история будет работать отсюда. Миша, что, тупые мои ребята, да? Нет, нормально. Сложная же тема. Она там непонятная, все эти лапеллы. Она придумывает. Да. А в ноги как работает лапеллгард? Ну, она так с мужчинами работает. Красава, Илья. Я же говорил, что шестого раза у тебя получится. Это что там? Не целуй мне ноги, Андрей, при всех. Я не целую. Я это не прав. Это просто люка маленький гином. Вот и все. А, маленький гином, да. Это Polish, Worm, and Ride, ребята. Ну, хотя бы вы новые слова узнаете на английском языке. Там Polish, Worm, and Ride. Андрюх, мы на той неделе смотрели торнадо-свит из Worm Guard. Выглядело это, ну, когда он типа сел. То есть у нас было почти то же самое. Он там сел на колене, ну, его просто низко. Мы тут разворачивались, делали рах, садились, и было все зашибись. То же самое, в принципе, будет работать и когда он стоит. Ну, то есть мы делали с колен до этого. То есть мы там все так, да, там начинали брать в апрелл, и он убирает ногу, да. И, возможно, вот у нас та же реверка, мы говорим здесь, получается, мы можем контролировать дистанцию, и он, возможно, не захочет садиться на колене, он захочет, да, стоять. Здесь мы также берем реверс форм, разворачиваемся, делаем ногу. Мы здесь, вот, толкнули. Сели, забрали, он убрал ногу. Окей. У меня реверс для рива, я также перехватился, могу рука взять, могу под ногу, могу вообще без рук, как бы в базовом варианте, оно вообще без рук, потому что я начну, начну прокручиваться, велика вероятность, что он сядет на колени. Да, и мы, вот если он на дно, я как бы так, здесь даже так же продолжу крутиться. Я вообще на колени сядю. это уже больше техника сейчас к разряду частных ситуаций и частных реакций. Вот здесь, мы провозим. Перехватили, он начинает вставать, я начинаю вкручивать, и он обратно садится сюда. и он на колени, да, да, да. Вот. И вот отсюда мы брали бастамину, делали ногу, переворачиваем ногу. помним такое, да, в прошлую субботу? Да. А сейчас мы делаем на самом деле но один был вопрос, когда я говорил, что мы убирали на прошлой тренировке руку, я говорил, это примерно тот же принцип, что с лапелом, я вот про это говорил, когда один раз показал, у меня не получилось. Про руку вот. Мы здесь передали, да, реверс, все то же самое, то есть это как бы, даже реверс для реву сейчас только с лапелом, который мы отрабатываем, там, с рукавом, неважно, без рукавом, мы начинаем подкручиваться, кто садится на колени. Единственный нюанс, что мне нужно, чтобы эта рука, чтобы эта нога была за его рукой, потому что, если будет здесь, он меня пружнет, и мне будет не очень комфортно, поэтому мне нужно, чтобы это было так, здесь, что взял, то взял, но лучше у колена, да, вот просто у колена, видите, там, ткань может плохо собираться, сейчас Андрюха мне помог, идеально так, но может быть, это будет в районе штамины, что я тут делаю, я, вот и под вас, зубе, доделал бумаг с ногой, давайте попробуем, ну даже не попробуем, а вспомним просто, прошлую неделю, раз, два, три, все на сегодня, семь техник, ну на самом деле, одна, просто в разном виде, потом что будет? потом люлей Тимуру даем, получается у нас, уже нет у тебя в группе людей, которые ни разу не видели бы, в АПЛГАЛ, уже как минимум, все сходили, все сходили уже, минимум на одну тренировку, где были, где было что-то с АПЛ, не, не все, ну ладно, значит будем продолжать, АПЛГАР, аПЛГАР, Субтитры подогнал «Симон»!